Выходные за партой. Жители Заполярия проверили знания по праву и истории Отечества со всей Россией, став участниками двух диктантов. В Новый год сбываются все мечты. Долгожданные подарки получила одна из подопечных семей детского омбудсмена. Более ста новобранцев пополнили ряды российской армии. В Ненецком округе подводят итоги осенней призывной кампании. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Материнский капитал будет проиндексирован на 4% в 2020 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Сейчас размер выплаты составляет 453 тысячи рублей, а в 2020 году вырастет до 471 тысячи. Индексация продолжится и после 2020 года, заверил министр. О ее приостановке была объявлена в конце сентября 2016 года. В настоящее время размер маткапитала находится на уровне 2015 года. Кроме того, в конце ноября президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка и по достижении им полутора лет. Новые нормы начнут действовать с 1 января 2018 года. Топилин сообщил, что средняя ежемесячная выплата на ребенка составит 10,5 тысяч рублей. О тихом семейном счастье, отзывчивости и доброте окружающих. Эта история началась больше года назад, когда Андрей Безумов, папа маленького сына и двоих крохотных дочерей, начал бороться за право воспитывать своих детей, которые однажды в силу жизненных обстоятельств оказались в детском доме. На своем пути он встретил не бюрократическую стену, а людей, готовых помочь семье воссоединиться. Немалую роль в этом сыграла уполномоченный по правам ребенка Римма Галушина. В преддверии Нового года детский омбудсмен посетила подопечную семью и подарила детям главный атрибут самого волшебного праздника в году. Сильно? Ну давайте сильно. Сегодня пятилетний Станислав, четырехлетняя Милена и двухгодовалая Милана не только живут рядом с папой, но и стали новоселами. По условиям органов опеки, многодетный папа должен был обеспечить детям комфортные условия проживания. Из жилья с частичными удобствами семье помогли перебраться в благоустроенную квартиру в новостройке. В теплой двушке у детей наконец-то будет своя комната. Ну что, все, давайте заносить вещи. Детская одежда, предметы первой необходимости и игрушки. Десяток пакетов с вещами Римма Галушина передала семье Безумовых от неравнодушных жителей города. На этом сюрпризы для детей не закончились. В квартире появился главный символ приближающегося праздника – новогодняя елка. Мы на мешайте будем наезжать. Подождите, а кто елочку поправит? Впереди многодетную семью ждут приятные хлопоты. Вместе они будут обустраивать домашний быт, знакомиться с соседями и просто жить с счастливой и дружной семьей. О своих детях Андрей говорит с любовью. Станислав – настоящий мужчина и бойкий защитник. Младшие сестренки Милена и Милана – будущие папины помощницы. История Андрея Безумова – это история о том, что дети должны жить в семье, что не зазорно просить помощи и что рядом с нами живет много добрых и отзывчивых людей, готовых протянуть руку помощи. Действительно, сегодня хороший получился итог года добра. И я думаю, что на этом добрые дела наши не заканчиваются. Я не устаю удивляться тому, сколько у нас в округе хороших, добрых людей, готовых помочь по первому зову. И действительно, очень многие откликнулись на просьбу и готовы помогать дальше. Особое спасибо хочу сказать Абдулаевой Сивиль, которая действительно очень тоже нам помогла в этом деле, конкретном деле. Вообще, я хочу сказать, что люди очень рады помогать и рады помогать именно конкретным людям, которым действительно нужна эта помощь. Поэтому я думаю, что здесь не надо не стесняться заявлять, например, о том, что тебе действительно нужна какая-то помощь. И всегда найдутся люди, которые будут рады откликнуться и с удовольствием помочь. Год добра в Неницком округе подходит к концу только формально. На этом добрые дела в нашем округе не закончатся. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Погружение в историю. Детские и молодежные общественные объединения Неницкого округа презентовали свою деятельность на одной площадке. Местом встречи стало фойе второго этажа Дворца культуры Арктика. В этом году ярмарку общественных объединений приурочили к десятилетию регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Поэтому участникам предлагалось продемонстрировать свою деятельность, сделав упор на сотрудничестве с молодежным центром. Погрузилась в историю и наша съемочная группа. Один из самых зрелищных и посещаемых стендов ярмарки у страйкбольного клуба Неницкого округа. Такое многообразие боевого оружия не могло не заинтересовать представителей сильной половины человечества. Впрочем, оружием интересуются не только ребята, но и девчонки. Это макеты боевого оружия, масокабаритные. Оно пневматическое, до трех джоулей, стреляет с пластиковыми шариками, а так функционал полностью сохранен, как у боевого. Одно из основных направлений деятельности страйкбольного клуба – военно-тактические игры на свежем воздухе. Для этого участникам необходимы определенные навыки, обращение с оружием и хорошая физическая подготовка. С какого возраста можно к вам присоединиться? К молодежи к нам с 18 лет. Так как у нас все-таки определенные шарики, они достаточно опасны. Менее опасны, чем, например, пейнтбольные, но все равно это ответственность определенная, чтобы не повредить другого человека. Рядом со страйкбольным клубом расположен стенд региональных отделений, школы безопасности и Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Пока мы только привлекаем студентов техникума, которые конкретно по профессии спасатель. Но думаем дальше расширяться по школам. Мы сотрудничаем с пожарной частью, с арктическим спасательным центром и с главным управлением. То есть все под эгидой МЧС идет у нас. В рамках презентации своей деятельности ребята также раздавали информационные буклеты о правилах поведения в период ледостава и в период новогодних праздников. Не с пустыми руками пришли на ярмарку и участники регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Буквально сегодня будем раздавать письма, в которых будет краткая биография наших земляков и героев, о которых, может быть, многие не знают, или забыли, или в силу каких-то обстоятельств не в курсе их подвигов. Впервые в ярмарке приняли участие представители Наринмарской городской общественной организации «Российский союз молодежи». Главных направлений наших сейчас будут разработаны документы, разработанные на существовании волонтерской деятельности в Нинском автономном округе под названием «Сердце добра». То есть, почему называется так? Потому что добро, которое мы осуществляем, является главным, что нужно для людей. Главное, что нужно сердцу людей. В рамках ярмарки детских и молодежных общественных объединений состоялось чествование победителей премии за вклад в реализацию государственной молодежной политики в Нинском округе, лучших среди молодых жителей округа, проявивших себя в различных областях общественной и культурной жизни региона. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Более ста призывников из Нинского округа отправлены в военный комиссариат Архангельской области для дальнейшего распределения по местам службы. Таковы промежуточные итоги осенней призывной кампании. Всего через призывные комиссии города и Заполярного района прошли около 400 молодых людей. Это стопроцентная явка, как и в прошлом году. Средний возраст новобранцев составил 20 лет. С 1 января этого года ребята, получающие среднее образование, могут получить отсрочку от службы. Особождено от призыва около 80 человек. Это граждане, которые уже служить не будут. Они ограничены годные по состоянию здоровья, либо негодные к военной службе. То есть те, кто вообще будут сняты с воинского учета. А срочек предоставлено около 200 человек. Основная масса – это около 150 студентов. По словам Игоря Ибраева, по контракту в этом году служить никто из молодых людей не пожелал. В основном призывники отправятся отдавать долг родине в Архангельскую и Мурманскую области, частично в Центральный военный округ и на Новую Землю. Призывная комиссия, как и в прошлые годы при распределении новобранцев, учитывает желание призывника служить недалеко от дома, а также смотрит на состояние здоровья и образования. Служить ребятам предстоит, как и прежде, один год. В минувшие выходные жители Ненецкого округа проверили свои знания сразу в двух областях. В субботу вместе со всей страной в 10 часов утра по московскому времени в Наринмаре написали Всероссийский правовой диктант. Его участники собрались в Государственном юридическом бюро. А уже в 11 часов в Ненецком округе началась международная акция «Тест по истории Отечества». В ней приняли участие жители 10 муниципальных образований региона, в том числе самых отдаленных населенных пунктов. 30 тестовых заданий на знание основных юридических понятий, основ Конституции Российской Федерации и отдельных отраслей права. Написать Всероссийский правовой диктант мог любой желающий, независимо от возраста и уровня образования. Елена Самылова никогда не упускает возможность проверить свои знания. Сегодня показала себя юридически грамотным человеком. Мне очень понравилось, конечно, вопросы были не такие сложные, набрала 80,5 из 100. Но я думаю, что каждому человеку культурному будет интересно проверить свои знания. Всероссийский правовой диктант жители всей страны написали впервые. Инициатива его проведения принадлежит Ассоциации юристов России. Цель – определить уровень правовой грамотности населения страны и выработать концепцию по ее повышению. Социологические опросы на сегодняшний день показывают, что у нас низкая правовая грамотность и только 20-25% населения страны когда-либо обращались к юристам. Что может говорить либо об отсутствии проблем, либо о, так скажем, правовом нигилизме. Проверять грамотность населения Ассоциация юристов России будет и дальше. Всероссийский правовой диктант станет ежегодным. А вот тест по истории Отечества уже стал традиционным. И с каждым годом собирают все больше участников. Самое большое их количество в этом году собралось в четвертой школе. Здесь, вместе с участниками регионального форума «Молодежь-83» тест мог написать любой желающий. Тест, который составлен так, чтобы каждый из нас обратил внимание на важность изучения истории нашей страны. Но самое главное, вы все увидите, насколько она многогранна, насколько она важна, насколько она интересна. Изучать и любить историю своей страны, не допускать ее искажений и фальсификации. Такие цели вот уже четыре года преследует молодежный парламент при Государственной Думе, инициатор проведения акции. И с каждым годом единомышленников становится все больше. Такое осмысление, просто ты понимаешь, что ты не оторван от истории, что ты продолжаешь то, что начали твои предки, какой путь развития выберет Россия и так далее. Это очень серьезно. Я вообще сдаю историю, так что готовлюсь. И древность, и средневековье я хорошо знаю. А то, что там про эпоху Екатерины и так далее, ну, тут были ошибки. Тест на знание истории Отечества в Неницком округе написали около 1 тысяч человек. Символично, что в этот раз акция проходила 9 декабря, в памятный день для всей России, День Героев Отечества. Итоговые результаты тестирования будут подведены 14 декабря. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Наринмаре в седьмой раз выбирали печоряночку. Семь участниц печорских селений боролись за титул лучшей мастерицы, хранительницы традиций и семейных ценностей. Подготовка к Северо-Западу и подведение итогов годовой тренировки. Более сотни спортсменов стали участниками первенства округа по тэквондо. В Наринмаре выбрали печоряночку 2017. Одноименный фольклорный конкурс прошел во Дворце культуры Арктика. Традиции своего народа через песни, стихи и творчество продемонстрировали семь участниц. Ненецкой, Коми-Ижимской, Усть-Целемской и Украинской культур. Родилась я в Наринмаре, с каждым днем росла и крепла. Род Толеевых, известно, был оленным, многодетным. А теперь у нас семья Небя, Неся, Нинника, Папуко и Я. И как средняя сестра, я по-ненецки Ниня. Юлия Сметанина, участница конкурса «Печоряночка», рассказывает о себе. Визитная карточка – одно из творческих испытаний конкурса, который проводится уже более 10 лет. Этот по счету седьмой. Состязания для девушек традиционные. Знакомство, родословное, рассказ об одном из деталей костюма и творческий номер. Конкурс всегда меняет одно из интерактивных заданий в этом году. Девочки на конкурсе «Краснодевица умения» должны были не просто рассказать о предметах быта, которыми женщина пользовалась традиционно в каждой из культур, но еще и показать, как это умение прилагается, как теорию приложить на практике. Поддержать участниц пришли не только родные и друзья, но и творческие коллективы, в которых занимаются девушки. Для молодежи и для семьи он очень полезен, потому что они изучают вместе историю своего рода, углубляются в традиционную культуру, даже в традиционную одежду, свой язык. Потому что тут нужно обязательно сказать, что что-то на своем, на родном языке. И поэтому они им очень хорошо, то, что они как раз с этим сталкиваются, в это вливаются и как раз этим занимаются. Лучше всех с конкурсными заданиями справилась Юлия Сметанина из Наринмара. Она и стала печеряночкой 2017. В народном интернет-голосовании на сайте Чумотеки жители округа могли выбрать свою печеряночку. По его итогам первое место заняла Анна Шевелева, представительница Коми народа. Любовь к родной культуре и языку ей привела прабабушка. Это очень важно, сохранять свои корни и интересоваться прошлым своих предков. Ведь если мы этого не будем делать, то это будет забываться. И что мы скажем своим детям, которые будут интересоваться этим. Поэтому я думаю, что это очень важно. И храните свои корни, не забывайте про своих родных и любите их. Победительниц определили и в различных номинациях конкурса «Берегиня», «Забавушка», «Сударушка» и другие. Валентина Чибичек, Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Традиционно под занавес уходящего года в Наринмаре проходит первенство округа по тэквондо. В этом году разыгрывался комплект из 25 медалей. Участие в соревнованиях приняли 102 спортсмена в возрасте от 6 лет и старше. Обладательница синего пояса Пархе Квандо Елизавета Бякина основы корейского боевого искусства изучает уже 4 года. На вопрос, почему выбрала именно это направление, отвечает – всегда мечтала быть сильной. Сказала тренер, что где-то в 14 лет я уже буду сдавать на черный пояс. Никита Соломатин 7 лет тому назад пришел в секцию тэквондо по предложению своих родителей и ни о чем не жалеет. В планах на ближайшее будущее – получить черный пояс. «Тебе как-то в жизни этот спорт помогает?» «Да». «А как? В чем?» «Например, на улице, если кто-то пристает, приходится отбиваться». Приходилось давать отпор хулиганам и 9-летней Саше Мужиковой. В секции тэквондо девочка занимается уже третий год. Признается, перед соревнованиями немного волнуется, но отступать не намерена. «Что для тебя значит этот вид спорта? Что он тебе дает?» «Силу, уверенность в себе, чтобы защищаться и защищать маленьких.» Для спортсменов сегодняшнее соревнование – это возможность доказать в первую очередь самим себе, что они сильны и телом, и духом. «Ребята растут, растет техника, и поэтому результат уже по итогу соревнований он покажет, какие места кто занял, и есть ли возможность у него попасть в сборную округа в патхэквондо». Победители первенства округа патхэквондо получили достойные награды. Сильнейшие будут представлять наш регион на первенстве Северо-Западного федерального округа. Соревнования пройдут в феврале 2018 года в Архангельске. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.